здравствуйте мои дорогие друзья и сегодня я хочу показать что же я приобрела на блаженном рынке который состоялся 4 марта во дворе музея москвы во первых вы видите вот эту вот брошь даже это скорее не брошь а подвеска вот у нее такая штучка но можно ее использовать еще и как брошь меня черное пальто кашемировая и мне нужно было туда туда красиво такая винтажная вещичка эта брушка очень удобно ее можно одеть с любым шарфиком с любой с любым главным убором я имею виду по цвету даже на я вроде как вещица с такими красивыми кристаллами я не коллекционирую украшение но я все-таки стараюсь следовать моде и я знаю что сейчас большие вот эти украшения в моде я вот захотела купить а ведь она достаточно большая вот она у меня помещается в ладони принципе я могу пришить ее могу просто вот за эту штучку подвесить что потом снимать в общем вариантов много но это вот одна из вещей и как вы знаете большую брошку можно использовать даже одну или в комплекте и в комплект может быть но 2 и вот я купила вторую брошь вы знаете сейчас очень модно у нас тема насекомых очень много различных бабочек очень много различных стрекоз я решила опять оригинальничать здесь и выбрала я даже не знаю это то ли пчела и она вот такой вот большую да если посмотреть с этой стороны вот она видите как оформлена я есть еще одна вещь которую я могу сюда же и тоже скомбинировать не с этим жуком обязательно этот жук может быть или один или чем-то еще вот у меня есть такая ящерица то есть и цветок и и к нему ящерица мне кажется что вот это ящерица она она еще хотела показать что я когда-то покупала вот на этом на этом влашином рынке я купил вот эти два изделия но хочу показать еще что когда-то покупала а кстати хотел сказать этот цветок я купила за 150 рублей я считаю это достойная цена а эту брошь вот 300 рублей вот но я считаю цена тоже нормальная сейчас очень модно что-то типа орденов вот я на прошлых блошиных рынках купила это тоже подвеска вот на пальто и и еще есть одна и тоже это подвеска орлами ну вот может быть таких 3 а может быть может быть даже вот такую пуговицу это старинная пуговицы из этих трех вещей какую-то конфигурацию или что-то вот другое что-то вместо этого но посмотрим может быть не обязательно по цвету такое буду думать и еще значит я на прошлом блаженом рынке купила очень дешево вот такой вот браслет я уже делала один фильм показывал его это винтажная вещь америка шестидесятые учет купила прямо за копейки его еще один браслет я купила индийское украшение это кость металлом но вот я уже одевала вы видели они очень хорошо комбинируется вот с этим так на руке хорошо смотрится вы знаете сейчас очень модно именно комбинация из многих браслетов это было когда-то модно это сейчас опять модно и еще у меня есть один браслет а кстати вот у них под стать вот этому браслету видите вот у меня есть такой вот тоже индийский браслет тоже слоновая кость застежка вот у него такая просто вынимается вот и он одевается на руку вот как-то так точно так же сюда добра нет я купила на рынке со вставками перламутра тоже такой вот металл я не знаю это что медь или что-то старое золото в чем дети вот он страну вот одного цвета это все идет и в общем то может даже с этим как-то комбинировать с этими конечно нет уже но хотя с этим можно с этим не кажется уже грубовато можно комбинировать до перламутра это уже такая застежка здесь берешь так вот одеваешь даже на серге кстати вот эти сережки забыл сказать это стиль бога бога я недавно на алиэкспресс купила вот такую брошку здесь все без чего не может жить женщина вот пять элементов это естественно украшения какие-то духи красивые очки но в частности от солнца бижутей камни но в данном случае это имитация жемчуга и туфли конечно туфли это все вот раз два три 4 5 это пять необходимых вещей для женщины она такая тоже большая это я тоже купила или на сумку или на пиджак вот здесь вот видите маленькие такие как будто бы жемчужинки идут стал выпускать новый завод который выпускает броши с эмалью винтажные в то же время современные на самом деле алиэкспресс немножко хитрят продавцы вот именно этого этих брендов они делают небольшую вроде стоимость но они берут деньги за доставку и по на блошином рынке я вдруг увидела что очень много товаров именно вот от этого завода с эмалью стоимость их в общем то наверное общая такая же как если вы заказывали алиэкспресс во всяком случае я очень много увидела на рынке с алиэкспресс товара в том числе даже винтажные броши с бабочками жуками с лягушками ну вот это мой краткий обзор и а вот еще хотел вам показать очень интересная брошь тоже купила очень давно в свое время она интересна чем вы видите посередине у нее здесь мех меховой такой шарик чья таких броши не видела здесь вот металл идет и здесь вот такая вставка очень красивый камень он сделан под граната красивый здесь вот второй идет видится цветочек тоже посередине все решено в одном тоне здесь чуть потемнее камни чуть посветлее камушки которые блестят эти она достаточно большая брошь и камни цветы сделаны как цветы и на таком же видите фоне не знаю старый золото как называется то я считаю еще них так сглаживает все очень достойная вещь очень интересная и еще вот я забыла вам показать одну вещь я ее тоже приобрела на рынке но тоже очень давно это мой вот браслет у него такой замок сложный интересная сейчас броши очень модно это просто пик их применяют везде и к может быть даже под рубашки белые потому что очень модно белые рубашки ну вот например этот там подвесить и вот на воротничок мне кажется это было бы неплохо к украшениям надо очень аккуратно относиться золотые сережки тоненькие цепочки золотыми там небольшими подвесками они сразу говорят о возрасте они подчеркивают ну во первых они привлекают если на тело одета внимание к нашей зоне декольте со временем как и не та зона декольте и уже не те размеры но вот я например предпочитаю все такие массивные какие-то использовать и браслеты и броши хочу быть модные поэтому использую а винтаж сейчас очень моден это просто вот пик поэтому вот эти украшения я буду использовать кстати вот эти винтажные вещи все представлены самыми знаменитыми домами высокой моды конечно подбираю украшения надо думать о том с чем вы будете его носить как вы будете носить как комбинировать как это все будет смотреться тщательно подбираю их к одежде так как не лазировать пойдемте внуки Пошли на дуфет. Пошли на дуфет. Ну, это вот краткий экскурс. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие друзья. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!